МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коммунально-юнитарное предприемство «Мазырские молочные продукты» – одно злепших у районе. Сюль это принятые решения об занясении его на областную дошку гонору. Без улику МНПЗ его доля у экономицы Мазыршины – каля 20%. Зараз что день тут перепрасывается больше, як 300 тонн молока. Гэта практично уся сыровина, якую отрымливают господарки Мазырского, Нараулянского и Ельского районов. Хоть живуть тут не только сёняшним днём. С уликом будомистства новых малышно-товарных комплексов, як следство повелешения объёму сыровины, на заводе почали модернизацию в творшости, при одночасовом пошуку новых рынков сбыту. Зараз на экспорт поставляется каля 40% вырабляемой продукции, але гэты показчик можно повелешить. На сегодняшний момент мы поставляем свою продукцию, это сухое молоко, в Российскую Федерацию, поставляем стерилизованное молоко на Украину и сухое молоко на Украину. Также мы в августе и в сентябре сделали отгрузку на Китай, 125 тонн сухого молока. В прошлом году мы отправляли свою продукцию на Марокко, в Турцию, тоже в Китай. Но прорабатываем вопросы с Азербайджаном, Грузией в реализации сухого молока. Сегодня на мазырских малышных продуктах працуют каля 460 человек. Середняя зарплата в этом году – 1160 рублёв. Это плюс 20% до леташнего показчика. До основного заработка можно додать еще бесплатный что-месячный продуктовый набор на 100 рублёв. Чтобы отримать его, необходимо працовать без порушений дисциплины и технологичных потребований. Правда, такие випадки на предприемстве означаются нечасто. Этот коллектив у Волголе визначается отказным ставлением до життя. Тут не подтримали закликов опозиции, не выходят на працу, и худко реально оценили ситуацию. Во время встречи с информационно-пропагандистской группой Абл-Виканкама об этом так же и дзеразмова. С демонстрацией документальных кадров, сделанных у Гомелли. Наши идеологические службы не были готовы к предприятию тем более. Мы посмотрели, кто такой нехта. Смотрим, кто такой белсат. Мы, понятно, давно уже с ними ведем такую работу. А нехта – это просто управление одной из подразделений внешней разведки Польши. И понятно, когда они начинают бросить эти, которые сегодня, я вам скажу, на экономику нашей Беларуси, вот эти все сливы, которые там мы смотрим по БЧБ, смотрим по шествиям, они нам приносят вред. Люди хотят работать. Люди не хотят ходить. Это просто их подталкивать, из которых люди в этой толпе, как мы называем, 80-90%, просто пришли поглядеть и поглазеть. Позиция, которая на следующий день блытается без дела, она нам приносит вред, не пользу. А это будет страдать народ. А им нужно, чтобы народ страдал. Поэтому мы со своей стороны все делаем для того, чтобы было комфортно нашим людям. В принципе, по Гомельской области, по самому Гомелю увидел, какое положение было вообще в городе, как решались проблемы. То есть, все было разъяснено. А проще политической ситуации, подчас встречи с информационно-пропагандистской группой Абл-Вакан-Кама обмерковываются и другие вопросы. В конце концов, мазырские молочные продукты живут реальными клопотами, а тому перспективы развития района для коллектива мают куда больше великое значение, чем спробы оппозиции спинять вытворчасть и покинуть людей без работы. Сирот обмеркованных тем так само вероходность повелешения пенсийного взрослого. На державном узровне такое питание зараз не расследуется. Людей цикавить и выдача кредитов для будавництва жилья и поддержка медицинских установ в контексте борьбы с коронавирусом. А еще и перспективы развития агропромислового комплекса. Зараз на Гомельшине распространилась распространена ответной программы, реализация которой будет различена наперед до 2025 года. Мы находимся в зоне рискованного земледелия. И президентом поручено разработать мне программу в отрасли сельскохозяйственного производства, на что нацелить. Мы уже тут, знаете, скажу честно, сейчас начали виноградник посадили первый в Ельском районе. Тут мне давайте арбузы будем выращивать. Но традиционный схем производственной деятельности я не хочу уходить. Почему? Потому что арбузами много не накормишь. Это такая культура, которая на сегодня подвержена определенным условиям. Поэтому я вам скажу, что президентам очень много поддержки есть. И в прошлом году я это увидел. В финансовом таком направлении. И в текущем году бюджетные займы выделены нашему сельскому. И не только. Это были, разумеется, 50 миллионов рублей выделены займы для целой экономики. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерга Панько. Телерадио компания Гомель. Змазара. Белорусская мытня принимает все махчимые меры, чтобы обеспечить максимально худкое перасовывание грузов и физичных особ празд белорусско-украинскую границу. В пунктах пропуску Новая Рудня, Камарын и Веселовка повеличена колькасть супрацовников. Нагадаем, работа украинского пункта пропуску Новая Ярыловича сумежных с Новой Гутой – Спынина. У Гомельской мытни отзначили, что это негативно отбивается на эффективности и выниках внешнеэкономичной деятельности. Еще на минулых выходных на белорусско-украинской границе было оформлено 900 грузовых автомобилев. После обнижевания руху праздновая Ярыловича колькость фуры сменьшилась в больше чем 3,5 разы. Белорусская таможня предпринимает все возможные меры для того, чтобы обеспечить максимальный пропуск и перемещение грузов и физических лиц. Рекомендуем учитывать данную информацию при пересечении белорусско-украинской границы. Ситуация на нейтральной полосе, где возник стихийный лагерь паломников-хасидов, пока листотно не изменилась. Волонтеры белорусского червоного крыжа четвертые сутки доставляют вандровникам ежу и забеспечивают людей предметами первой необходности. На месте дежурить худкая допомога. Один из паломников доставлены в Гомельскую больницу. Полепшить жилевые умовы, отримать эдукацию альбо пройти лечения. С початку года скористаться семейным капиталом выращались выше трех тысяч мадзетных семей. Это около 20% от всех, кому он был призначен в Гомельской области. Больше 90% умели потребовать в выращении жилевых питаний, по 4% – в платном навучении альбо лечения. Марина Северьянова погутерла семью, которая, благодаря терминовой капитализации, смогла разобраться со своими житевыми складанностями. Каля барака на проезжей, нас устрока и Татьяна с гадовалым Тимофеем на руках. Он молодший из пяти детей у гомельской семьи Качагуру. У Татьяны Владимира, до речи, есть навод унук. У сего на погода молодший за Тимофеем. Это сын Насти, старейшая дочка, с дитяцей и мужем, живут в этом же бараке. У арендной квартиры одразу над Батьковской. У самих Качагуров уласные метры. Жилет осталось от батьков. Але у шестером, у двушцы, жить тесновато. А додатково претендовать семья могла только на однопокайовую квартиру, на большее не хапила б грошей. А потом народился Тимофей. И Татьяна оформила необходные документы для отримания семейного капитала. Каля с початку этого года стало махчимым корыстаться этими сродками, каля 10 тысяч долларов, не чекаючи 18-ти годе дитяти, Качагуром потелефоновали с отдела жилевой политики администрации Чугуночного района. Пропоновали подумать об набыти трехпокайовой квартиры и предоставили некольки на выбор. Звонят нам из жилищной политики. Подойдите, пожалуйста, есть разговор. Я был тем временем на работе. Жена пошла, узнала, что можно трехкомнатную квартиру получить. Ей говорят, вы трешку не хотите взять? Жена говорит, мы не потянем. Своими силами мы сделать этого просто не сможем. Они говорят, сможете? Вышел указ буквально месяц назад о использовании семейного капитала в плане жилья. И она мне звонит, говорит, Вова, ты не поверишь. Я говорю, ну рассказывай. И она говорит, можно использовать семейный капитал в плане, в жилище. И нам выходит трехкомнатная квартира. Я не поверил, но мы поехали в райисполком. Нам действительно, нам дали на выбор. Дом на Феодиунинске, у яким будет жить Татьяна Владимир и их дети, обещать добудовать уже селета. Кошт квартиры Качагуру каля 60 тысяч рублей. Прикладно 50 тысяч, это субсидия по 240 указе, якую полностью компенсует держава. 10 тысяч – семейный капитал. Мы звернулись в комитет по праце, занятости и социальной обороне у Гомельского облаконкама с просьбой подробязно рассказать об махчимостях до терминового отримания семейного капитала. Можно реализовать досрочное средство семейного капитала на строительство, реконструкцию или приобретение жилья, на погашение кредитов, которые были выданы на эти же цели, и процентов по погашению этих кредитов. Но эта норма применяется только в отношении тех семей, которые состоят на учете улучшения жилищных условий, либо состояли на таком учете на дату заключения кредитного договора. Также досрочно использовать средства семейного капитала можно на получение платного образования членам семьи в государственных учреждениях образования. И третье направление, на которое досрочно можно использовать средства семейного капитала, это оказание услуг, медицинских услуг. В случае, если члену семьи требуются сложные высокотелохонологические вмешательства по заключению органов, по заключению ВКК. Это в сфере кардиохирургии, нейрохирургии и онкологии. Можно также использовать средства семейного капитала и на оказание определенного ряда стоматологических услуг. До 2020 года помер семейного капитала складал 10 тысяч долларов. С початку этого 22,5 тысячи рублей. С 2021 года эта сумма будет индексоваться с уликом росту с поживецких коштом. Усяго за 5 годов день долготерминовой программы поддержки шмандитных семей в нашем регионе было открыто около 15 тысяч депозитных рахунков. По указу президента программа семейного капитала протягнута до конца 2024 года. Марина Северьянова, Валерий Гапанько, телерадио, компания «Гомель». Танцевальным флешмобом открылась у Гомеля областная профсоюзная акция под названием «Кали мы разом». Ее удельники выступили в поддержку мирной и стабильной Беларуси. Для будинка Дома профсоюза молодые люди представили «Некольки танцевальных номеров». Так Яны выказали любого дородимого и жадание делиться своей творчестью с гомельчанами. Я сегодня решила помочь Ирине Георгиевне. Она поставила нам прекрасный танец. Мы хотим танцевать в родном городе, в нашем коллективе, и чтобы все нами восхищались. Мы решили поучаствовать в акции «Мы вместе». Мы творческие люди, мы за мир, за мирное небо, мы за красивую, прекрасную Беларусь. Инициатива проведения акции «Кали мы разом» належит областному президенту профсоюзов. При этом каждый район выбирают свой формат. Святочные концерты, спортивные споборницы, туристические взлеты, мото- и велопробеги, або доброчинные кампании. Мы уже убрали Обкомовское озеро. Сегодня мы организовали флешмоб, и всех приглашаем гамильчан и горожан нашего города присоединиться к нашей акции. Запланирована водная регата, профсоюзный праздник. И таким образом мы выражаем свою профсоюзную солидарность в поддержку нашей страны, нашей процветающей, сильной, нашей любимой Беларуси. Далее профсоюзы в области допомогут комбинату «Усход» во уборце сельско-господаршей продукции. Кульминацией акции калим разом станет проведение Дня здоровья. У обновленном спорткомплексе по улице Портовой У обновленном спорткомплексе по улице Портовой у Гомеля распочался в учебно-тренировочный процесс выхованцев в училище Олимпийского резерва. Вражеское открытие объекта в День незалежности стало подеей для спортсменов в области. Установа с богатой историей у першиню она расшинила дверы больше, как 55 годов тому. Выники масштабной реконструкции, которую распочали еще в 2009 годе, позволили выполненно заявить установа уникальная. Миколай Скентеян протягни тема. Уникальна спортивного комплексу у его шмат функциональності. Один будинок выбрал все необходимое, как тренировать самых разных спортсменов. У семи залах сучасное обсталявание и необходимые умовы для самоудосконаления. Активный учебно-тренировочный процесс начался тут совсем недавно, 10 вересня. Но юные спортсмены уже отчули, насколько комфортно у новом будинку. Особливо это актуально для пятиборцев. В одном месяце они могут отточивать майстерства во усіх дисциплинах. От фехтовання до плавання. Работа наученців под пильным контролем наставників и медицинского персоналу. Тут усе деля безпеки и зручності юнаковых девчинок. Для дзюдоистов комплекс так само стал соправдным ратунком. Ранее не займалися у спортивном клубе предприємства Гомсельмаш. Новый объект значно полегчил життя як тренерам, так і юным спортсменам. Обновленный спортивный комплекс з'являється структурным подразделенням Гомельського Дзержавного училища Олимпийського резерву. Зараз тут 311 навученців, які освоювають 12 олимпийських видів спорту. Подарунок в училищу до Дня Незалежності зробить навучання більш эффективным. Як виник нові нові медалі узнагороди у скарбонку спортивной Гомельщини. Миколаї Скінціян, Валєра Гапанько, телерадиокампанія Гомель. Гэта інша, новіна інформація проєктах телерадиокампанії Гомель, ви можете знайсті на нашім сайті в інтернеті по адресі www.tvrgomel.by На гэтнім випуск завершений. Усяго доброго і до зустрічі у ефірі. Де-факто на телеканалі Беларусь4 Гомель в студії Николай Скінціян. Здравствуйте. За прошедші сутки на дорогах області зафіксіровано два ДТП з участием мотоциклистів. В Рогачівському районі 26-летній бесправник двигался по кольцевой развязки автодорог М8 і Р43 на мотоциклі Хорс-152. В пути следования он превысил скорость і не справився с управлением. Мужчина наехал на левый по ходу движения бордюр і упал. По інформации ГАИ водитель находился в нетрезвом состоянии і ехал без шлема. От госпиталізации мужчина отказался. Ещё одно ДТП произошло в Лельчицком районе. 37-летний бесправник двигался по встречной полосе на мотоцикле ЗИД. На улице советской деревни Букча он наехал на 45-летнюю велосипедистку, которая двигалась ему навстречу по проезжей части дороги. В результате оба участника происшествия доставлены в хирургическое отделение. По інформации ГАИ водитель мотоцикла был пьян. Госавтоинспекция напоминает о том, что водители, управляющие транспортным средством, не имея на то права, будут привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин. В случае повторного нарушения в течение года после наложения административного взыскания штраф составит от 20 до 50 базовых величин или административный арест. Управление транспортным средством в состоянии опьянения либо передача управления транспортным средством такому лицу или отказ от прохождения медицинского освидетельствования влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на 3 года. В случае повторного такого нарушения в течение года в отношении нарушителя будет возбуждено уголовное дело. С завтрашнего дня стартует массированная отработка двух дорог М-10 граница России Гомель-Кобрин и Р-30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямная. Цель мероприятий пресечь нарушения правил дорожного движения. В работе сотрудники ДПС будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением требований ПДД. Наряды будут выставлены в местах с наиболее повышенной вероятностью ДТП. За минувшие сутки в регионе произошли три пожара, в результате которых одна постройка уничтожена и две повреждены. Обошлось без пострадавших. В результате неосторожного обращения с огнем загорелась хозяйственная постройка в деревне Дуравич Будокошелевского района. Огонь уничтожил кровлю, повредил стены и имущество внутри здания. В Ельске также горел сарай. Повреждены кровля, стены и имущество внутри деревянной постройки. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия поджога. Аналогичная причина возгорания и в агрогородке Мичуринская Гомельского района. Там в результате пожара уничтожена деревянная хозяйственная постройка. Ее владелец устанавливается. 250 граммов ртути изъяли спасатели в одной из квартир в Светлогорске. Пострадавших нет. Хозяева квартиры сообщили, что на балконе находится металлический прибор, содержащий ртуть. Герметичность ртутного выпрямителя была не нарушена и опасное вещество не разлилось. Почти полкило марихуаны хранил в квартире житель Жлобина. 29-летний неработающий мужчина находился у сожительницы. Именно там оперативники и нашли вещество растительного происхождения. По заключению экспертов, это была марихуана общим весом 450 граммов. Со слов задержанного, наркотик он хранил для личного потребления. Возбуждено уголовное дело. А в Лельчицах 27-летний мужчина выращивал коноплю на приусадебном участке. Для растений молодой человек смастерил теплицу. Затем собранный урожай приготовил к употреблению. В его доме было обнаружено более 10 граммов марихуаны. Также нашлись приспособления для курения, лейка и удобрения. Мужчину задержали, когда он культивировал каннабис. Возбуждено уголовное дело. На сегодня все. Берегите себя, оставайтесь на Беларусь 4. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Анна Корольчук. Здравствуйте. Волейболистки жемчужины Полесья завоевали серебряные награды чемпионата Беларуси. В решающей встрече они уступили столичной Менчанке со счетом 3-0. Бронза досталась спортсменкам Прибужья. Разыграны награды и мужского чемпионата страны. Волейболисты гомельской энергии заняли третье место. Подопечные Романа Оплевича победили Обуховский Легион 3-0. Вторыми стали представители Минского строителя. Солигорский Шахтер четырехкратный победитель турнира. Сборная Беларуси осталась на 87-м месте в обнародованном сегодня рейтинге Международной Федерации Футбола. За прошедшие два месяца белорусские футболисты провели два стартовых поединка на групповом этапе нового сезона Лиги наций УЕФА. Сначала подопечные Михаила Мархеля в Минске проиграли команде Албании со счетом 0-2, а потом обыграли в Алматы футболистов Казахстана. После этих встреч в активе сборной Беларуси 1282 очка. Свой следующий матч белорусы проведут 8 октября в Тбилиси с командой Грузии. Это будет полуфинал в стадии плей-офф за выход в финал чемпионата Европы. Затем на групповом этапе Лиги наций белорусские футболисты 11 октября сыграют в Вильнюсе со сборной Литвы, а 14 октября примут в Минске казахстанскую команду. В Гомеле завершилось областное первенство по мини-баскетболу. За награды боролись юноши 2008-2009 годов рождения. В турнире участвовали 6 команд из Гомеля, Жлобина, Речицы, Кормы, Светлогорска и Калинкович. По итогам соревнований бронзу завоевали спортсмены из Светлогорска. Серебро у представителей Речицы, золото у сборной областного центра. Завтра стартуют областные олимпийские дни молодежи по вольной борьбе. Участвовать будут по 10 девушек и юноши от каждого района. Все спортсмены 2003-2004 годов рождения. Пройдут поединки в Гомельском дворце легкой атлетики. Начало соревнований в 10.30. Областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ по дзюдо пройдет в Гомеле. Завтра за награды будут бороться юноши и девушки 2005-2006 годов рождения. Планируется приезд более 100 спортсменов. Турнир пройдет в спортивном комплексе Гомсельмаш начало в 11.00. На выходные в Гомеле состоится чемпионат области по мини-футболу среди инвалидов с нарушением слуха. В соревнованиях будут участвовать пять команд. Четыре из Гомеля и одна из Речицы. Матчи пройдут на площадке с Дюшор номер 8 по улице Ильича. Начало турнира в 12 часов. Закрытие и награждение победителей сразу по окончании последнего поединка. А на этом пока все. С новостями спорта вас знакомила Анна Крайчук. Оставайтесь на Беларусь 4.